Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петер и сегодня у нас такое небольшое подведение итогов. Как вы заметили, прошел месяц, где-то 11 числа я решил заниматься блендером, сообщил вам об этом, что ближайшая пятилетка у меня построена только на 3D программе и я вам объяснял почему. Не буду повторяться, я просто хочу сейчас подвести итоги и немножко дать информацию, не забирая ваше воскресное время. Начали, как я сказал, 11 числа и сделали вот такую коровку, самую примитивную, какая только могла быть. Но постепенно мы с вами развивались, я развивался, вы кто за мной следовал и теперь мы пришли уже вот к такой модели, которая, в общем-то, уже позволила мне эти знания, которые я получил за это время, постарался вам передать, позволила создать модель, которую не стыдно выставлять на, допустим, тот же шаттер. Я говорил вам, что шаттер охотно принимает деревянные модельки мои и тоже и продает достаточно хорошо. Но, есть тут небольшое но, это надо дело любить. Дело в том, что я как бы потихонечку становлюсь и хочу стать королем деревянных игрушек на шаттере. То есть, я продолжаю постоянно делать туда по двум причинам. Во-первых, как вы знаете, я делаю только то, что мне нравится, мне ужасно нравится, создавать какие-то машинки, какие-то даже кухонные приборы, вы знаете, там, миксер делаю и так далее. Но это было все в синемат. А теперь я подошел со своим багажом знаний, накопленных за месяц, к тому, что я уже могу в блендере это создавать, текстурировать и рендеринг делать. То есть, просчет. А об этом у вас теперь полные знания тоже есть, потому что я постарался довольно-таки подробно на примере этого вранглера, джипа, хотя не уверен, что это вранглера, но все равно, показать вам, как это делается от начала до конца. И в конце для торопык или каких-нибудь иностранных коллег наших, да, я сделал таймлэпс. Вообще таймлэпс – это ускоренная вещь, которая ничему не учит, на мой взгляд. Вообще ничего. Можно просто посмотреть готовую модель и сказать, ну, вот так, да. А научиться по нему, ну, я иногда учусь, потому что, ну, если мне понравилась модель и я хочу обязательно ее сделать, я тогда ставлю ее в контезию, свою видеопрограмму, замедляю и иду потихоньку. Но все равно, без пояснений, без, можно воткнуться в какую-то определенную функцию и на этом все. Но, тем не менее, это сделал именно вот для этих целей. То есть, результатом, по сути дела, моего месячного занятия блендером я доволен. Программа мне становится более-менее ясна. Но, опять же, только часть программы, маленькая часть, ну, как маленькая, моделинг, да. Дальше у меня в планах скульптинг, дальше у меня в планах рисование там, дальше у меня в планах лепка, скульптинг, да. То есть, это программа, это вот как под меня описано, которая вот делает, 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 потом вот, оп, включилось что-то в голову. Вот, давай анимацию делать, давай делать анимацию. Рекс, прекрати, пожалуйста, вот это вот твое вечное вмешательство в мои видео, оно достает. Поэтому, поэтому я и думаю продолжать дальше в этой программе работать. Понимаете, дело в том, что вот с теми же игрушками, да, чтобы их сфотографировать, вам надо их покупать или быть хорошим знакомым в отделе игрушек, да. Но там возникает такой вопрос, что не все игрушки можно фотографировать. Вот, понятно, там и так далее. И у меня таких знакомых нет. И посему, если я хочу сделать... Рекс, ну прекрати, что-то елки-палки, что же тебя раздирает. А, извините, ребята. Оборвут. Он всегда старается, как я только делаю видео, он старается привлечь на себя внимание. Понятно, с одной стороны, но достает с другой. И 3D-программа, она позволяет делать не только это. Я хочу научиться делать красивые пейзажи, почти фотографические. То, как сейчас развивается рендер, он позволит делать рил. Рил, то есть, ну, неотличимы от фотографии, там, даже натюрморты или еще что-нибудь. То есть, я могу в ней реализовать все свои какие-то проекты, которые я, допустим, не доделал. И при этом мне не надо тратиться. У меня есть программа, бесплатная программа, да. Мне не надо тратить деньги на игрушки, чтобы сфотографировать. Или на тот же самый скульптинг. Позволит мне делать стимпанк, не покупая глины, не разводя здесь большого бардака, да. То есть, это вот то, что я понял за это время. И я больше уверился в том, что выбор был правильный. Да, естественно, у меня сейчас падает количество подписчиков. Я допускаю, что оно пойдет вообще в минус. Потому что людей будет доставать то, что получает он сообщение. Эльвард сделал снова видео, да. Приходит там опять этот блендер, опять он думает, да когда же это кончится. Мне тут один даже старый пользователь назвал маразматиком. То есть, это уже маразм, то, что ты делаешь и так далее. Ну, я его послал чисто по-русски впервые. Впервые на канале я сказал, иди. Вот, потому что он, я четыре года вас подписчик, я сказал, таких подписчиков. Вот. То есть, я дел и буду это делать в ближайшие пять лет. Так что, фотографии я вам сказал, я отдал вам все. Ничего нового уже не будет, так как я отказываюсь от заказов. Мне приходят заказы. Сейчас опять пришел заказ на фотографирование этой мебели косметической. Я отказался, я говорю, я не буду делать больше. Я вообще не буду делать больше ничего, что я не хочу. А стоять там в холодном сейчас, там, не гараж, это склад. А в холодном складе и фотографировать целый день, а то и два. Никакие деньги я не хочу. Никакие. Так вот, чтобы еще, как бы, связь со своими новыми и старыми подписчиками. У нас там немного, человек может быть пять-шесть сейчас. Я думаю, через пять лет это будет побольше. И чтобы все-таки, как бы, связь укоротить, да, я сейчас сделал маленькую такую комьюнити на своем канале в этом ВКонтакте. Ссылку я дам в описании. И вы можете сюда приходить. Я предлагаю, допустим, вы можете сейчас по этой теме, по машинкам, которые мы прошли, кому интересно, сделать свою машинку. Выставить мне там. А потом я их оттуда заберу и покажу в очередном видеоотчете, если вам интересно. Потом вы можете там писать какие-то свои видения, допустим. Я понимаю, что машинки это не для девочек, да, а хочется что-то другое. Так вы мне напишите, что вам хочется другое. Я с удовольствием это перейму. Но пока, пока в моделинге. То есть мы пока скульптинга не касаемся. У нас еще большой объем по текстурированию, по раскрашиванию и так далее. Это тоже огромный объем, который у меня вообще ноль знаний. Практически ноль. Поэтому я и говорю, ребята, хотите со мной продолжать, пожалуйста. Нет, ну, никто не держит, как говорится, да. Но я вас уверяю, что в конце, когда мы уже через пять лет придем с вами, к хорошему знанию блендера, оно будет не менее профессиональное, как вот у вас сейчас фотография. Кстати, есть еще одна, так называемая, плюшечка, бонус в этом блендере, что теперь мы можем безбоязненно ставить и на 3D шаттеры. Есть такие, да. То есть при достижении определенного уровня, которому мы должны там соответствовать, мы сможем выставлять свои модели также на продажу уже и там. Вот там цены, как я уже говорил, тоже немножко отличаются от фото шаттеров, да. И специалистом вы становитесь уже более высокого класса, чем просто фотографами, да. То есть у вас появляется дополнительная фишка. Ну и кроме этого я говорю, что финансово. Я разберусь потом, попозже, как, что и опять же сделаю для вас видео, чтобы вам было легко и просто туда попасть и начинать ставить свои работы. Единственное, я хочу вас предостеречь не из-за того, что я, вы знаете, как я отношусь к копирайтом, в принципе никак, мне все равно. Но дело в том, что там и сам шаттер или кто-то из ваших друзей может накапать, что вы украли, допустим, у Эдуарда вот такую-то работу, да, и начнется разбиралка, и может остаться и мне, и вам. Поэтому, как бы, ребята, ищите, думайте, экспериментируйте в этом игрушечном мире, но старайтесь не повторять то, что я вам показываю здесь, в этих видео, окей? Вот именно только по этой причине. Я очень на это надеюсь. Поэтому приходите, пишите, ставьте туда свои фотографии, будем общаться, будем друг другу помогать. Вот, спрашивайте по тем темам, которые я прошел, потому что дальше я тоже не знаю, скажем так, да. Но в процессе мы будем учиться. Вот такая короткая информация, которую я хотел до вас донести. Всего вам хорошего, приятных выходных, пока.